Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. Вопрос с одной стороны достаточно простой с точки зрения описания его, с другой стороны достаточно непростой с точки зрения его суть. Автор вопроса, пожелавший остаться анонимным, пишет потом, что обачкалась в своих первых отношениях. Ей было 18-20, парню 27-29. Собственно говоря, это были объязвивные отношения, отношения созависимые, где автор вопроса подавлялась своим партнерам и, соответственно, подвергалась манипуляциям, психологическому насилию. После чего парень решил с ней расстаться. Ей было очень плохо, она думала, что умрет без него, но потом нежно поняла, что ей хорошо, никто не сводит и так далее. Прошло два года, отношений не было никаких, за это время, как показалось автору вопроса, она подросла, поумнела, стала любить, ценить, уважать себя, занялась своим хобби, начала углубляться в психологию. И сейчас на Горисонте появились новые отношения, пока-то все на стадии пресс хорошего общения, а автору вопросу уже страшно. Страшно доверять, страшно что-то планировать, страшно, что она не изменилась за эти два года и в итоге будет вести себя так. Ну вот. И соответственно, все. На этом вопрос заканчивается и, в общем-то, с моей точки зрения, как психолога, здесь появляется другой вопрос. А какой у вас вопрос? Ну, то есть, вот. Вы пишите, что вам страшно, вы пишите, что вы боитесь, что не изменились и ваши страхи вполне обоснованы, вот. Ну, то есть, они имеют основания, потому что вероятность такого действительно существует, вот. Вот. Ну, вопрос-то, вопрос-то ваш какой, в чем он заключается, ваш вопрос? Непонятно. Чего вы хотите, да? То есть, что вы хотите, ну, поработать над собой, вы хотите научиться доверять, вы хотите разобраться в себе, вы хотите гармонизировать, вот, отношения с мужчиной, да? То есть, вы можете, в принципе, так ему и сказать, что у вас был очень негативный опыт, вы боитесь и, соответственно, хотите как-то вот отношения выстраивать, ну, более осознанно, да? И, соответственно, обратиться вместе с молодым человеком к психологу, да? Ну, вот, это ни в коем случае не означает, что у вас будут отношения, это просто означает, что вы хотите как-то вот, ну, подкорректировать отношения с этим человеком, вот. Это первое. То есть, определитесь, пожалуйста, с тем, чего же вы хотите. Потому что, в противном случае, ну, абсолютно на, абсолютно на все, что мы вам скажем, да, вы можете, в принципе, дать такую вот обратную связь, что, а мне это неинтересно, да, я этого как бы не хочу и вообще мне нужно там что-то другое. Дальше. Как бы... Здесь вопрос глобальный. Заключается в том, как мне кажется, что вы не просто так оказались в отношениях такого типа. У этого есть, вот, свои причины, вот, в частности, почему-то вы боялись человека потерять, например, как вариант. В частности, почему-то вы готовы, готовы были себя обесценивать, да, в отношениях, и почему-то вы изначально вот как бы не уверены в себе. То есть, вы принимали его интересы, подозревают, что действительно вы вот ну, такая вот может быть неинтересная и скучная. Да? То есть, здесь есть и обесценивающая тенденция. С вашей, именно, позиции. и думать о том, что это случайно, на мой взгляд, наивно. Потому что, ну, это не случайно. Подобного вот. Подобное проявление не является случайным. Подобное проявление является следствием, я бы сказал, определенной модели вашего поведения и следствием определенных особенностей вашего восприятия себя. и по опыту я могу сказать, что он увлечение, как вы говорите, в психологии, да, ну, на глубинном уровне эту проблему не решает, потому что это не психотерапия, а в вашем случае важна именно психотерапия, именно психотерапевтический опыт. Вот. Потому что вы-то вы-то сами находитесь во власти своих привычных концепций, во власти своего, ну, привычного восприятия, скажем так, ситуации, себя и, собственно говоря, отношений. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вам важны отношения, вам важно планировать что-то. То есть вы пытаетесь здесь все контролировать. Проблема с доверием в том числе возникает из-за такого подспудного, я бы сказал, желания все контролировать, хотя в отношениях все контролировать невозможно. Доверие это больше про доверие себе, а не другому человеку. И, соответственно, тот факт, что вы пытаетесь опереться на другого человека, тот факт, что вы говорите о планировании, свидетельствует о том, что себе вы по-прежнему не доверяете. Либо вы себя обесцениваете, либо вы ну, как-то вот не чувствуете, что вам интересна ваша жизнь. Потому что если то, чем вы сейчас, например, занимаетесь, если то, чем вы сейчас, например, увлекаетесь, доставляет вам удовольствие, если вы чувствуете, что это ваше, если вы чувствуете, что это вам ценно, то, в принципе, не так важно, как будут складываться отношения. с человеком, вы все равно знаете, куда вы идете, да? А для вас отношения это вот как раз есть такая зона риска, где вы как будто пытаетесь для себя найти что-то лучшее, что-то большее, ну, знаете, как лотерея, вот, когда человек, например, рулетка, запускается колесо, да, и человек надеется что-то выиграть. Вот. Вот так же и вы. И, как бы, поскольку отношения это, в принципе, они и являются рулеткой, потому что предсказать ничего невозможно, но вы пытаетесь это сделать. И вы идете, то идете, получается, ва-банк, козыра, едва ли не козыра, вы идете ва-банк. Ну, в том смысле, да, что страшно доверять. А доверие на таком вот практическом уровне, скажем так, это когда я выражаю человеку то, что со мной происходит. происходит. Это не вопрос того, например, способен ли я, допустим, принять себя. себя. Это вопрос не того, принимаю ли я себя. Это вопрос не того, что я хочу какой-то реакции об человека. Это вопрос того, что я делюсь с человеком то, что со мной происходит, будучи готовым к любой опрятной связи от него. Ну, я не думаю, что что здесь сложно увидеть, что такой реакции как раз таки вы не даете. то для вас доверие это условно возможность положиться на другого человека. Собственно, это является проблемой. Отсутствие у вас опоры на себя. Отсутствие у вас может быть знания своих переживаний. не проработанных ваших внутренних конфликтов, которые есть, комплексов, например. И так далее, и так далее. Вот. И соответственно. С поведенческой точки зрения, вот с точки зрения поведения, вы обожглись в своих отношениях, в частности по тому, что предполагали, что вы какая-то плохая, например. Предполагалось, что с вами что-то не так, например. не так, И вы своим поведением по сути просто доказали себе правдивость этой позиции. не так, не так, не так, не так. думаете о человеке. Постоянно. Ну, вот. Все время будете о нем сам. Переживая, да, и так далее. не так. Вот. И почему вы так думаете? не так. же не просто так. А связано это с тем, что вы по какой-то причине полагаете, что вот вы хуже, менее важны, вы менее важны, чем он. Молодой человек важнее. Вы ставите его ценность выше себя для обесценивания. Вот. Собственно, то, с чем вам нужно работать. Чтобы себя не обесценивать, необходимо замечать те, скажем так, переживания, которые у вас есть. да, необходимо замечать те переживания, которые у вас есть, и выражать их, свои переживания. вот, выражать экологично, выражать удобным для вас, значит, способом, и так далее. Это не слишком сложно учиться это делать. и учиться реагировать на вот какую-то, ну, может быть, болезненность этого, потому что, действительно, бывает так, что мы что-то выражаем, а нам ответ дают, ну, не совсем, не совсем ту реакцию, которую мы ждали, и нам больно, может быть, нам неприятно, может быть. Вот это нормально. Нормально. Это нормально. Вот. То есть, в этом, в этом, чего-то такого, прямо, вот, чего-то такого аномального нет, но, вы можете этого, этого стараться избежать. То есть, вы можете пытаться этих моментов в отношении избегать. Доверие. Это не просто, это не просто слова. Вот. Ну, я понимаю, как это звучит, да, это звучит, может быть, немножко так пафосно, но, я надеюсь, что суть вот того, что он, я, говорю, да, вам, ну, вот, ясна суть, того, что я пытаюсь сказать. Вот. Поэтому, я думаю, что, ответ на ваш, вопрос, он, в целом, вот, может быть, таким, пожалуй. Конечно, эм, эм, ну, это подразумевает определенную работу над собой, это подразумевает определенный процесс, эм, в том числе, вот, терапевтический, это подразумевает ваш, эм, рост и развитие, эм, вот, это все подразумевает. И, тут очень важно понимать, а готовы ли вы к этому, хотите ли вы этого, и так далее. Потому, что сейчас, на данный момент, это не я, ну, не ясно. Вот. Если хотите, если готовы, то, с большим удовольствием мы вам, эм, в этом аспекте, поможем, и, в общем-то, эм, вы получите возможность, свою проблему решить. Вот. Вот. Ну, если вы просто, эм, так, вот, так скажем, интересуетесь, вот, несколько, абстрактно, что ли, то, в этом случае, конечно, возможность вам помочь, несколько, сужается, но, тем не менее, все равно, остается. Я могу только надеяться на то, что, для себя вы выберете, решение пойти на психотерапию, да, и, заняться собой, своим психологическим здоровьем, скажем так. Вот. Эм, на этом все. я надеюсь, что мой ответ был вам, эм, полезен и интересен. Эм, буду благодарен, вам, за, обратную связь, по моему ответу, это, позволит вам начать. Ага. Позволит вам начать работу над собой. Эм, желаю вам, всего самого доброго, удачи, вот, обращайтесь, обращайтесь, собственно говоря, за помощью, вам она, пригодится, в любом случае. Вот. Ну и, эм, как я уже сказал, вам необходимо определить с тем, чего же вы хотите. Ну, конкретно, вот, от, эм, ну, от психологов, да, то есть, вот, чего вы, конкретно хотите. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Удачи вам, всего самого доброго.